бубнов ответит на все так был заглавлен анонс нашей сегодняшней видеоконференции это действительно так наш постоянный ваш любимый эксперт ответит на все самые интересные вопросы которые вы задавали в комментариях меня зовут егор кузнецов здравствуйте уважаемые зрители здравствуйте уважаем александр виктор дубри пользователь в комментариях много шутили что вы сегодня ответите за за все да я уже за все 7 лет отвечаю но прежде чем перейти к футбольным вопросам скажу что наташа сломать и на александр боярский наши постоянные ведущие больше не работают на sportbox.ru а не вижу смысла от вас это скрывать в стране кризис и спорт бокс не исключение сокращение у нас продолжается поэтому в этой связи эфиры теперь будем вести мы молодые ведущие которые к тому же очень-очень нервничают но извините надеюсь что вы сможете к нам привыкнуть как можно скорее чтобы не у вас не александр викторович не возникла путаница сегодня я разбил все вопросы которые вы послали в течение двух дней на краткие блоки всего и будет шесть и каждый блок будет посвящен отдельно взятой команде для разминки предлагаем александр викторович острый вопрос готовы не возражаете да грош на мыши на все мыши на все должны отвечать просто для затравочки так сказать гроссмайстер спрашивает как вы думаете александр викторович это мутко убрал вас из телевизора вы искритиковали в прямом эфире я думаю многим недоволен был как короткий ответ он был недоволен но вы думаете что это он или я вообще ничего не думаю потому что мне я совершенно спокойно я у меня есть возможность то что я думаю сказать в средствах массовой информации поэтому меня это совершенно не беспокоит ну давайте к спартаку первый блок спартак у нас первый вопрос от виталик ли считаю что спартак в этом сионе заслужил стать чемпионом россии пишет виталий клей хотя я не являюсь болельщиком этого клуба а вы как считаете достоин ли спартак и почему так вообще нельзя говорить заслужил не заслужил причем здесь здесь многие команды знаешь как если взять вот как вчера на урал играл да можно сказать что урал заслужил тоже знаешь здесь же профессиональном профессиональном футболе профессиональном футболе в первую очередь имеет значение качество игры а не то что заслужил или заслужил больше того были случаи сейчас ситуация такая были случаи когда отрыв был в 9 очков и тот же зенит не смог стать чемпионом да еще а у спартака сейчас его 5 очков отрыва и игр больше чем было тогда тогда по моему было десяти год всего когда у отрыв был у зенита 9 очков да просто разные ситуации и поэтому так говорить что заслужил не заслужил они должны еще стать чемпионом потому что спартак не стал чемпионом и по моим оценкам я говорил как я оценивал да как развивались события то о чемпионстве можно говорить только где-то на 70 процентов вот и зависимости от того как спартак будет играть этот процент будет увеличиваться или же уменьшаться потому что календарь календарь у спартака непростой календарь и у зенита очень тяжелый календарь с другой стороны цска из 13 игр 8 дома играет и поэтому сейчас вот ближайшие игры уже могут могут перестановку могут перестановку сделать в календаре акцентов скажем так потому что вот можете представить если там на подположим цска выигрывает у зенита да вот а спартак проигрывает краснодару то тогда уже уже тогда цска можно сказать вклинивается в чемпионскую гонку очень серьезно ну со всего пять очков разница поговорим о сексайской но я тебе вообще говорю я тебе вообще говорю и для для зенита тоже ситуация сразу еще больше усугубиться потому что им как минимум нужно второе место брать чтобы в лиге чемпионов участвовать sky note спрашивает как вы думаете луис адриану покажет такой же результативных чемпионате как в ходе контрольных матчей спартака ну во всяком случае у него для этого все есть и вот это результативность которую демонстрируют часто в контрольных матчах это больше еще ему подают уверенности и уверенности команды в нем то есть его еще больше будут использовать вот и больше на него будут играть в любом случае когда в контрольных играх ты себя проявляешь хорошо чтобы там не говорили какие бы этой контрольные как раз они продают контрольных матчах игрок играет обратно против пропорционально тому как играет кому главных мани но с другой стороны с другой стороны знаешь как даже от тренировок очень много зависит потому что если ты плохо такого еще не было что ты плохо тренируешься а потом хорошо играешь как тренируешься тренеры так все говорили как тренируешься так играешь а контрольные игры это та же тренировка если ты ее качественно проводишь что потом тебе легче будет играть в официальных матчах если ты ее не качественно проводишь вот это все потом перенесется на игру потому что из ничего ничего не бывает вот как поработал что посеял то и по пожмешь еще на сцене горю что футболе мелочи не бывает распин белочей мелочей вообще весь нигде не бывает потому что знаешь как есть тоже еще такая поговорка как копейка рубль бережет да вот без копейки попробуй купить чего-нибудь ничего не купишь если копейки не будет тебе хватать тебе не продадут я еще таких случаев не видел но только на базаре на базаре где торговаться могут тебе могут сделать одолжение скажем так вас пен спрашивает почему никто не критикует спартак все пешеходы кроме адриана и никто не двигается не открывается в свободные зоны негодует вас пен который видимо посмотрел товарищеский матч про так а с норвежским со сборным прямом эфире на матч почему не критикуют как раз и говорят что вот с такой игрой спартак не станет чемпионом если он будет вот так играет просто критиковать можно по-разному можно корректно говорить можно говорить жестко вот но я не стал я не сторонник например на врате с проблением игроки спартака очень много говорили не скажу что жалуюсь о том что сумасшедшая предсезонка под руководством кареры большие нагрузки я думаю что эти с этим отчасти тоже можно связать то что они так скажем плохо двигаются по мнению вас пена но если под нагрузками да это одна одна из причин может быть но это в общий план работы входит и я для для болельщиков кто не знает специфику и методику подготовки могу сказать для того чтобы организм вышел на более высокий уровень функциональной готовности его нужно уже сильно нагрузить потому что организма ну так вот популярно если объяснять организм устроен устроен для для повседневного функционирования вот и вот при рождении и все вот люди да вот сейчас мы с тобой да вот мы находимся на том уровне который считается но нормальным для организма для того чтобы играть на высоком уровне вот на котором спартак играет вообще профессиональный футбол да вот вот этого состояния функционального в которой достаточно для повседневного проживания скажем так на этой на этой земле до недостаточно и поэтому но у организма есть защитные функции защитные функции для всяких экстремальных условий да и функциональных то же самое так вот по науке по науке вот организм потому что любая нагрузка большая до наград физическая тассы для организма и ему нужен баланс и поэтому все функции организма вот когда ты нагружаешь они приводят балансу балансу то есть он поднимается на более высокий уровень и вот этот уровень уровень как бы нормализует чтобы ну ты нормально себя чувствовал потому что вот эта нагрузка это сдвиг сдвиг в организме человека его как раз вот тренировка тренировка и нужно для того чтобы особенно чтобы на более высокий функциональный уровень выйти да нужно дать вот эту нагрузку чтобы организм вот поднялся на более высокий уровень и адаптировался на этой нагрузке потому что если ты вот для этого и тренировка нужно потому что если ты тренироваться не будешь да то ты с этого уровня с этого уровня возвратись а вот на свой обычный уровень вот повседневный для того чтобы ты мог жить и нормально функционал да и вот для этого спортсменам нужно все время тренироваться чтобы организм то есть давать нагрузку чтоб он находился на таком уровне но здесь конечно есть опасность главное не перетренироваться потому что можно выйти на так это то можно для такую нагрузку после которого уже возврата назад нибудь там летальный исход может быть но в некоторых случаях и летально а в некоторых было с другой стороны это называется перед тренировкой этой функциональную яму попадаешь вот когда ты вообще двигаться не можешь такие случаи были когда тренинеры ошибались я тебе могу сказать что знаешь врачи которые когда обследование вот я попадал раз в такую в московском динамо ситуацию врачи просто сказали что отменить все тренировки и прогулки по лесу там лучшем случае там бассейне чуть поплавать и все никаких тренировок потому что организм человека перегрузили вот и тогда действительно никуда не побежишь там и бежать не хочется ничего и находишься в очень плохом состоянии физическом а когда вот на оптимальном уровне все сделано да то футболист как говорят выходит на пик своей формы и состоянии демонстрировать там сумасшедший темпом прессинг на протяжении 90 минут вот то есть показывать хорошую функциональную готовность это популярно популярно так вкратцах и вот для того чтобы выйти там есть нагрузки специальные после этих больших нагрузок там вообще уровень даже в минус уходит да но потом из-за того что организм адаптируется да это называется принцип супер компенсации вот потом через какой там рассчитывается все через определенное время на сборах отдают такие нагрузки этот называется фундамент заложить на весь сезон да а потом организм адаптируется через какое-то время выходит еще на более высокий уровень чем у него был и на протяжении там определенного времени на этом уровне до поддержка как вы думаете вас пен ожидал такой ответ на вопрос детальный но это 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 так и еще я еще знаешь популярно без всяких там нюансов рассказ без графиков и но метров и схем мистер арсений спрашивает александр виктор спартак отдает своих воспитания в пускозу и гулиев и подписывать молодых игроков не из академии не дотягивающих до основа например тегиева и четырех африканцев с чем это связано со слабостью академия или с итальянским тренером мне но как он определил Constitution и get issued до уровня как nenhum субъективное мнение но су development 1 до уровня основной команда до снова до снова да но но выше но выше уровня игрока академии наверно поэтому потому что тегеев он игрок было основного состава и статова состава Анджи, которые в конце концов обыгрывали «Зенит» в кубке. Правильно? Тигеев в сборную призывал. Да, и он наиграл. А воспитанники Академии в статую состав не попадают, не выдерживают конкуренции. Наверное, поэтому Тигеева пригласили. Больше того, я, может быть, даже упряжу сейчас в вопрос. Сейчас вот африканских футболистов стали приглашать. Есть информация, что у Спартака это новый бизнес-проект они запустили. Да, мы об этом писали. Отслеживать перспективных игроков, скупать их за небольшую цену, а потом доводить до уровня или же основного состава своего клуба. Но в любом случае этот бизнес-проект в проигрыше не оказывается, потому что в конце концов свое вернуть можно. плюс, если заиграет и проявит себя хорошо, на этом можно еще будет заработать. Четверо, по-четверо, по-четверо, четырех африканцев за примерно полтора миллиона евро. Для Спартака, да, не проблема. Паша Крит12 спрашивает. Как думаете, если Спартак не станет чемпионом, стоит ли увольнять карьеру? Ну, перед Спартаком, насколько я знаю, да, задача не ставилась в этом году стать чемпионом. Когда у Федуна спросили, напрямую, он дал ответ, говорит, в этом году, говорит, мы еще не готовы, говорит, а вот на следующем будем ставить такую задачу. Поэтому, раз такой задачи не ставилась, если Спартак станет чемпионом, то они перевыполнят задачу. Перед Спартаком корректируется по ходу сезона. Конечно, перед Спартаком ставилась задача на этот сезон выиграть кубок, который они уже, можно сказать, провалили. Поэтому задача не выполнена. А если они станут чемпионами, то получится, что они перевыполнят задачу и как раз покроют вот эту неудачу в кубке и все пойдет в плюс. Но в любом случае, в любом случае, вот, тот прогресс, который у команды сейчас наметился, больше того, некоторых игроков уже сам непосредственно приглашал Каррера. Поэтому, я думаю, спешить не надо. И там у Каррера какой контракт? Не знаешь, да? Я думаю, что это закрытая информация. Ну, я думаю, я не думаю, что до конца сезона. Точно не до конца сезона. Давайте переходить к блоку вопросов про Зенит. TheHuryCain спрашивает, долго ли будет перестраиваться команда под требования Луческо? Сколько обычно это занимает времени и зависит ли от класса игроков? От класса игроков точно зависит. Чем выше класс игроков, тем меньше занимает времени. Ну, и в общем, Луческо, может быть, в какой-то степени вот с этой подготовкой игроков и к сезону, и вот это связано с Еврокопами был, в какой-то степени, может быть, на старые грабли наступил в том смысле, что система подготовки примерно такая была, как в Шахтере он проводил, да? Ну, с той лишь разницей, что в Шахтере уже там все наиграно было, и там легионеры друг друга хорошо знали, вот, а сейчас здесь ситуация немного оказалась другая, и то, что он вот этот метод применил, там, где он уже срабатывал, да, а с Зенитом в такой степени не сработал, как раз вот связано с разницей сыгранности и подготовки игроков. Разве можно говорить, что он уже не сработал, может быть, он сработает еще? Но он не сработал, потому что он не сработал пока, потому что перед Зенитом ставились достаточно высокие задачи Лиги Европы. Горин 73 спрашивает, почему Зенит не купил защитника на смену Горая? Пара Кришеттен выглядит слабо даже по российским меркам. Ну, это вы, собственно, неоднократно говорили. Я об этом неоднократно говорил, это остается загадкой. Но, может быть, Иванович? На мой взгляд, но Иванович это опять же не центральный защитник. Хотя он играл, но он больше в Челс играл центрально, но все-таки большую часть карьеры он как крайний защитник проводил себя. Проводил и проявил особенно ярко он себя проявил все равно на позиции крайнего защитника. Сейчас ему уже 32 возраста и в целом было бы переместиться в центр, где скоростные данные меньше. Где не столько скоростей, где объем работы меньше. Не такой, как на фланге. Но, в первую очередь, на мой взгляд, им, конечно, надо было центральную зону укреплять и решать. Новосельцев в системе с тремя центральными защитниками выглядел неплохо. Причем, в этой системе он не ведущий был. То есть, не центральный, не босс обороны, а он больше с фланга играл. По-моему, левого больше он центрального защитника играл, а там все на вас руководил обороной. Поэтому Азенит играет два центральных защитника. Поэтому при системе игры с двумя центральными защитниками он не так надежен, как он надежен при трех центральных защитниках. Плюс еще не адаптирован. Ну и Яна Васильцева не считаю игроком высокого уровня. Его сгораем, но никак нельзя сравнить. Правильно? Поэтому им нужно было... Единственное, что он россиянин и игрок сборной России. Это да. Но все равно им надо было более качественными центральными защитниками укрепляться и обзаводиться. А сейчас Орлов вообще вот на фоне этого поражения Андерлехту Геннадий Сергеевич он вообще сказал, что извините все позиции проблемные. Но я тебе скажу, я тебе сейчас могу сказать, что извините, например, ситуация с нападающими хуже, чем в Ростове. А в Ростове сейчас самая лучшая идеальная ситуация, потому что в Ростове сейчас две пары нападающих достаточно квалифицированных и которые можно по ходу игры маневрировать. Квайтхаус спрашивает, что бы вы сказали игрокам после матча Андерлехт-Зенит, если бы были тренером, подчеркиваю, Андерлехт-Зенит, то есть Бельгия, матч, который был. Ну, знаешь как, я тебе сразу скажу, что по большому счету после матча лучше сразу не говорить по горячим следам на эмоциях. Знаешь как? Может быть, поддержали бы футболистов, успокоили бы каким-то образом после матча пару раз. ты знаешь, как они сыграли, вот я тебе могу сказать, как, например, Бесков бы среагировал и Лобановский. После матча в Бельгии там был бы разнос. Разнос прям в раздевалке. Потому что мы с Андерлехтом Спартак тоже проиграл им. Мы, правда, 4-2 проиграли. И там разнос был, но в первую очередь он набросился, набросился там на Черенкова, на Федю. Вот. И обвинение ему бросил в том смысле, что Федора лучшим игроком познали в стране, да? А в этом матче он его против Веркотерена поставил, а Веркотерен был лучший игрок Бельгии на тот момент. Я считаю, что это было ошибочное решение, потому что Федора ни в коем случае нельзя было ставить. Веркотерен в какой-то степени провалился и Бесков, как говорится, на него всех собак спустил издевалки, что считаю, было неправильно. А после игры в Тбилиси, когда мы выиграли у них 1-0, но Гаврилов в пенальти не забил, вот, если бы он в пенальти забил, мы тоже не прошли, как и Зенит. Если бы Гаврилов в пенальти забил, вот, то мы бы быстрее всего прошли, да, их. Вот. Здесь он набросился на Гаврилова. Вот. в любом, в любом случае, в любом случае реакция, например, у Бескова была негативная. Но после, после, игры в Санкт-Петербурге я бы на месте Луческу, я думаю, Луческу тоже самое поддержал команду, потому что она, они сыграли хорошо, просто вот была допущена тактическая ошибка. Луческу сказал, что он после этой игры всю ночь не спал. То есть, он и сам переживал больше, что там в какой-то степени была его ошибка, потому что они своевременно не отреагировали на появление вот этого высокорослого, да, центрального защитника. А в первом матче с Андерлехтом там он составом просто не угадал. Макс, 161 спрашивает, не кажется ли вам, что Зенит специально не стал бороться в Лиге Европы? Нет. Такой задачи, да, не было. И если бы такая задача была, то Луческу бы так бы не переживал после ответной игры. И команда бы так бы не играла и таких усилий бы не прилагала. Плеймейкер 182 спрашивает, будет ли разбор ТТД матча ЦСКА-Зенит? Планировался. Планируется или планируется? Планировался вот именно там по-любому будет разбор с технико-тактическими действиями, то есть только выбирают между Зенитом и ЦСКА и Спартаком и Краснодаром. Но склоняются к Зениту все-таки. К Зенит-ЦСКА. А вы бы какой хотели лично сами матч? Предпочли бы? Ну ты знаешь, и тут и другой матч хороший во всех смыслах. И поэтому здесь знаешь как, я бы даже никому приоритет не давал. Все будет решать руководство. Для меня и тот и другой матч очень интересный. Предлагаю перейти к вопросам о ЦСКА. О него спрашивают чуть меньше, но тем не менее. Олег87 спрашивает, почему ЦСКА не усилился во время трансферного окна только ли швырнул игроков из аренды? Ну это простой вопрос. Здесь финансово. Финансовая ситуация в клубе не позволяет делать какие-то серьезные приобретения. Евгений Гинер кстати на днях пошутил, что никаких финансовых проблем нет, просто покупают пиджаки Армани подешевле. Ну видишь как, это похоже на отговорку больше. Олег87 тоже спрашивает, сможет ли ЦСКА с новым тренером догнать лидирующий Спартак? Может, если Спартак начнет проигрывать. Здесь не столько, ну а ЦСКА тоже зависит, потому что если Спартак предположим будет терять очки, да, то чтобы ЦСКА догнать Спартаку, ЦСКА не имеет права терять очки вообще. Вот, то есть и Спартак, и ЦСКА сейчас, они в первую очередь должны думать о своей игре и как бы не терять самому очки, потому что если Спартак очки не будет терять, то как бы там ЦСКА не упирался, правильно, такой разрыв, который не позволит догнать Спартак, вот, а с другой стороны, если Спартак начнет терять очки, да, а ЦСКА тоже будет терять очки, то опять же это разрыв, а? Терек вклиниться в войну. Ну да, там не только Терек может вклиниться, там многие кто могут вклиниться, а для ЦСКА сейчас с той ситуацией, в которой они оказались, вот, для них реально бороться за Лигу чемпионов, правильно, за второе место, это как минимум. Три очка за второе место. Да, как минимум, поэтому они будут прилагать усилия, но, как заявило руководство, и Гончаренко тоже сказал, что никто ЦСКА задач не снимал по выигрышу чемпионата, вот, ну и календарь, календарь, им в этом смысле благоприятствует, потому что 8 или из 13 играть в Москве, это преимущество перед другими командами. Тут вопрос, еще был акцент именно на нового тренера, вот это, насколько сильно эта перестановка, как вы думаете, скажется на ЦСКА? Я думаю, она больше, больше атакующий потенциал увеличит команды, потому что вот это перестроение на три центральных защитника, оно с одной стороны укрепит центр обороны, у них здесь проблемы были, несмотря на то, что опытные игроки играли, да, и в целом более надежную игру сделают, это мы видели по Уфе, по Уфе, но с учетом того, что эта схема, во-первых, позволяет раскрывать атакующий потенциал и более агрессивно играть, и плюс в ЦСКА более качественные игроки, об этом сам Кончаренко сказал, вот, и это позволяет еще и переходить Слуцкий играл с одним нападающим в основном, вот, а они сейчас переходят на систему игры с двумя нападающими, вот, и не случайно в контрольных игр они 19 мячей забили, всего два пропустили. Ну, соперники. Ну, а соперники у всех одинаковые. У всех одинаковые в контрольных играх. Сейчас то же самое можно о Спартаке говорить. Единственное, единственное только вот, серьезные соперники попались Спартаку, Рубин, относительно серьезные, скажем так, проиграли, да, Зениту, Спарта попалась в контрольных играх, тоже проиграли, вот тебе, пожалуйста. А так, по классу все соперники, Но, опять же, можно брать и сравнивать, с учетом того, что все играют с этими соперниками примерно одного уровня, все равно можно по результатам сравнивать, потому что у ЦСКА хорошие результаты, они много забили и мало пропустили. Ну вот ваш прогноз, очень многие в комментариях просят вашего прогноза на сезон. Давайте вот на ЦСКА сакцентируем, по-вашему, какое место займет ЦСКА по итогам чемпионата? Ну, я думаю, что все-таки в тройке они будут. В тройке они будут, чемпионство, чемпионство все-таки тяжело за чемпионство будет бороться. Причем ситуация такова, что они, если Зенит сейчас не обыграют, то будет очень тяжело. Хотя не факт, все может быть, но тем не менее. Ну, мне кажется, что ЦСКА в тройке будет. А какое, второе или третье место, вот здесь все будет зависеть от того, как они будут выступать. И не только они, и как Спартак еще будут играть с Зенитом. Поговорили о Спартаке, о Зените, о ЦСКА. Теперь перейдем к блоку Еврокубки. Точнее о командах, которые выступают в Еврокубках от России. Это Ростов и Краснодар. Очень много вопросов по Ростову было. Начнем с них. Андрюс Шлиффер-Мейн спрашивает. Как вы считаете, у кого из российских клубов больше шансов пройти в 1-4 лиге Европы? Ну, несмотря на то, что Ростову попался Манчестер Юнайтед, то если взять в целом по качеству игры и в конце концов по мастерству игроков, то я считаю, что у Ростова больше шансов, чем у Краснодара. А особенно последняя игра Краснодара с Уралом, она просто меня убила. И не только меня, и Шалимов это назвал катастрофой. И команда подстала такой, знаешь как, не до конца еще уверенной в своих силах, в своем превосходстве, скажем так. Вот, и в мощи, в мощи. Вот, в этом смысле, конечно, Ростов это более классная команда, и она более сбалансирована. Сейчас, мне кажется, большая эйфория от Ростова, но мы немножко забываем, что приедет Манчестер Юнайтед. Ну, эйфория, знаешь как, эйфория у первых. Эйфория, эта команда там в 10 раз дороже, и мощнее. Эйфория больше всего у этих, у болельщиков. Ну, в целом, СМИ поскакивает. Ну, и в СМИ тоже есть. Не то, чтобы не заслуженно, но просто надо понимать, что это адекватно, что это Манчестер Юнайтед. Ну, в СМИ тоже, я согласен с тобой. Но, в целом, конечно, это и никто не скрывает, и я об этом говорил, что Манчестер фаворит. Манчестер фаворит плюс ко всему еще и первую игру. Они играют здесь, в Ростове. Больше того, что в минус идет еще и то, что недооценки не будет, потому что Маурини хорошо Бердыева знает. Вот, и он уже сталкивался и обжигался, что говорится, там очки теряли в Казани. Но он с Интером терял очки там у них. Поэтому он здесь предельно, они сконцентрированы и внимательно отнесутся к Ростову. И вот даже заявление его о том, что Ростов это плохой жребий, как раз говорит, во-первых, о серьезном отношении. Ну, это посыл игрокам в том числе. Да, о серьезном отношении к Ростову. И с другой стороны, говорит о том, что недооценки никакой не будет. С другой стороны, знаешь, мы тоже, если брать тот же Манчестер Юнайтед, то это там сейчас не лидер чемпионата английской лиги. Да, и мы видим, что они тоже испытывают определенные проблемы, когда играют там не самыми сильными ведущими командами, фаворитами в английской премьер-лиге. Вот, поэтому Ростов особенно у себя на поле-то упрется. Вот, и ему терять нечего, знаешь... Но Манчестер Юнайтед в начале сезона очень много очков потерял. Сейчас команда, на самом деле, в очень хорошей форме. Да, она хорошую форму набрала, и, в общем, по качеству игры, по уровню игры ничем не уступает тому же Челси, предположим. Вот, поэтому, да, вот в этом смысле, в этом смысле они и будут являться фаворитами. Но если вот взять соотношение с этот, ну, если класс команд взять, да, вот, то, конечно, у Краснодара, на мой взгляд, вот, в том состоянии, в котором они сейчас находятся, вот, я смотрел и с Фенербахчей, вот сейчас особенно с Уралом посмотрел, тем более у них потери будут в составе, да, вот, мне кажется, у них шансов меньше, чем... У Ростова. Это о чем говорит, что Ростов на сегодняшний день, несмотря на то, что они находятся внизу, но ниже Краснодара, да, в таблице, да, ниже они Краснодара находятся? Конечно, ниже, сейчас скажу. Да, да, они ниже находятся. Точно, ниже. Тем не менее, по игре они сейчас сильнее Краснодара. Насколько вот это, вот этой разницы хватит для того, чтобы пройти Манчестер Юнайтед, вот, это мы увидим. Краснодар 5-й, 28 очков, Ростов 7-й, 25 очков. Ну, вот, потом я особо, знаешь как, особо не восхищаюсь, потому что я знаю нюансы, вот, которые многие не знают, инсайды. Вот, и поэтому я в этом смысле достаточно сдержанно отношусь. Но то, что Бердеев квалифицированный тренер и высокого уровня, я это под сомнение не ставлю. Геймер7 спрашивает, как вы думаете, сможет ли Ростов войти по итогам сезона в Еврокубковую зону? Ну, имеется в виду чемпионат России. Седьмое место, вот, только что мы с вами говорили. У Ростова для этого все посылки сейчас есть. И, в общем-то, я думаю, что Бердеев, да, Бердеев как раз и ставит задачу, как раз вот, игра в Еврокубках, вот. Это как раз непосредственная и подготовка до ультиматума какого-то ставит там и демонстрация таких протестов серьезных, чтобы это дошло до высшего руководства, до губернатора, да, в конце концов, ну, знаешь, у нас, к сожалению, фиксироваться по итогам сезона. На данный момент, да, мы опередили Португалию. Да, для того, чтобы опередили, для того, чтобы упрощить свои позиции, нужно, чтобы кто-то из вот этих двух клубов удачно выступил, правильно, то есть прошел дальше. Ну, если не ошибаюсь, у Португалии только Бенфика осталась из таких из реальных претендентов, продолжить лиги чемпионов. Ну, да, здесь все будет зависеть. Бенфика же в первой игре выиграла, правильно? 1-0. 1-0, но это еще не гарантия того, что они пройдут дальше, вот, хотя результат неплохой, вот, а мы сейчас, вот, у нас та ситуация, которая сейчас есть, вернее, тот жребий, да, вот, он такой неоднозначный, но вероятность того, что мы тоже можем не пройти и сойти с дистанцией тоже достаточно высока. Да, в Португалии еще Порту осталась и Бенфика. Ну, Порту, Порту, я думаю, все, потому что Порту у себя на своем поле проиграла Ювентусу. А вторая часть вопроса была, нужны ли нам три команды в Лиге чемпионов, учитывая то, что Абектинор и Лига Европа. Чем больше команд играет в Лиге чемпионов, тем лучше. Тем лучше, во-первых, с точки зрения приобретенного опыта, и потом есть возможность, есть возможность и за счет этого укрепляться, потому что в Лиге чемпионов можно зарабатывать деньги хорошие, которые пойдут в бюджет клуба и на развитие. Да, во-первых, опуститься, и потом, чем больше команд играет в Лиге чемпионов, в данном случае три, тем больше команд из чемпионата России будет участвовать вообще в Еврокубках, правильно? Да. Потому что там добавляются команды в Лиге Европы, правильно? Переходим к Краснодару, с той, в принципе, поговорили о Краснодаре. Вот вчера была игра с Уралом в Кубке. Вы не ждали такого явного? Да, там что произошло вообще? 3-0 после первого, вернее 3-0, когда они в первом тайме повели, больше того, они быстро гол забили. То есть все складывалось в пользу Краснодара. И самое главное, ты знаешь, они в последнее время, вот я обратил внимание, они с Фенербакчи второй тайм играли хуже. Сейчас вот с Уралом проиграли тоже второй тайм. То есть здесь уже какая-то закономерность прослеживается. То ли команду функционально не хватает, да, вот. Потом вот такое отношение. Но там, правда, знаешь, как они не в целом в оптимальном составе играли. Плюс они, походу, Калешина потеряли, да, Кабары не было. Ну, потеря Калешина, мне кажется, ну, ты думаешь, что она могла повлиять каким-то образом. Знаешь, любая потеря, ты говоришь, помнишь, мы с тобой говорили, мелочей не бывает. Все-таки это опытный футболист. И знаешь, иногда в обороне играет опытный футболист. И это воспринимается, как само собой разумеющееся. Знаешь, так и должно быть. Знаешь, как это я по себе знаю. А потом вдруг раз этого опытного игрока не становится, да, и сразу такие проблемы возникают, о которых даже никто и не подразумевал, что они могут быть. Это вот как раз из-за того, что всего-всего не присутствовало. Это потому, что защитникам меньше всегда внимания, чем нападающим. Да я вообще, я вообще этот раз поразился. Я и сам к этому так относился. Вот я, например, когда уезжал за границу, да, во Францию, вот, Николай Петрович, Николай Петрович, ну, очень сожалел и не хотел, чтоб я уезжал. Я говорю, я ему сказал, Николай Петрович, тем более я уже в возрасте был, я говорю, Николай Петрович, незаменимых игроков нет, не бывает. Он говорит, ты знаешь, говорит, вот в данном случае, говорит, ты незаменим, говорит. Вот это к тому, что ты говоришь калешин, да. Вот, когда он играл, все казалось бы само собой разумеющееся. А его нет, это сказалось, вот, потому что опытные игроки, они опасность чувствуют, и в любой момент подстраховать могут, вот, и, в конце концов, он может, опытный игрок, авторитетный, он может и как тренер потребовать просто на футбольном пуле, знаешь, как, жёстко так, жёстко так спросить. Ну, это, это может быть не главной причиной, но это одна из причин тоже. Потому что, когда ты, вроде, всё хорошо идёт, вроде ты и выигрываешь крупно, да. Вот, но когда, знаешь как, один гол забили, второй гол забили, вот здесь уже очень много от опытных футболистов зависит, как перестраиваться. А когда на поле футболисты даже есть опытные, но не лидеры, да, и они эту ситуацию переломить не могут, да, потому что там нужно уже по ходу перестраиваться. Потому что, вот, когда у Фидлера спрашивали, да, в чём секрет вашей такой, ну, игры, да, он говорит, я секреты не буду раскрывать, потому что, говорит, мы, говорит, в перерыве перестраивались, то есть там тактические перестроения были, вот. А Краснодар, получается, тактически по ходу, когда игра уже складывалась не по их сценарию, не смог перестроиться. Но он в целом не проиграл, по игре он не проиграл, в конце концов это кубок был, так бы игра закончилась, но настораживает то, что у них уже такое было с Оренбургом. Они мучились с Оренбургом, вот, но там, правда, счёт по-другому развивался, вот. А здесь такое иметь преимущество. Но здесь, знаешь как, с одной стороны, в общем-то, они понимали, что предстоит играть со Спартаком, и нужно силы экономить там, не выкладываться, что там зря. Ну, кстати, это действительно выглядит очень такой основательной причиной. Да. Психологической. Поберечь, да, психологической. А когда им раз, второй раз, два раза по голове дали, они уже настолько, для них это оказалось неожиданно, что они потом уже перестроиться не смогли. Ну, и, конечно, вот этот пенальтик, который Смолов не забил. Потому что это было уже там за две минуты до конца, если бы он забивал, то там бы... Ну, это, что называется, отскочили бы. Но, видишь как, получилось так, как получилось. В понедельник на радио вы говорили, что не допускаете возможности, что Урал может пройти Краснодар после Веранза с приездом на поле Краснодара. Посмотрев игру вчерашнюю, вы поверили в чистоту российского футбола чуть больше? Ты знаешь, вот эти все сомнения, что они в основном через прессу шли. Вот, и особенно вот это, там, слова, слова компенсации, что типа, типа, Краснодар, Урал получил компенсацию. Там, вроде президент Урала, это я в сердцах массовой информации видел, что сказал, мы получили компенсацию. Но здесь компенсация, видимо, и этот... Урал, в общем-то, сделал правильный ход, в каком смысле? Им не разрешили, они вообще не собирались играть в Краснодаре, но им не разрешили играть в Манеже. Нет, сначала у себя на поле, они не подготовили поле. Ну, там просто они поле не подготовили, потом уже запретили в Манеже, да. Играть в Тюмени, там минус 13 градусов мороза, да, тоже ситуация хуже, вот, чем играть на... Там же тоже синтетика в Тюмени, да. Только там не Манеж, а там стадион открытый, да. А здесь ехать в Краснодар, в Краснодар, и играть в Краснодаре на классном стадионе, в хорошей погоде, хорошее поле, вот, в кубковой игре, вот. Ну, единственное, только что не у себя, да. Но даже если компенсация... Здесь, здесь Краснодар, Краснодар, да. Здесь Краснодар немножко, знаешь, компенсация, видимо, говорила в том, что Краснодару предложили они, да, и Краснодар за это ухватился в том смысле, что для них это выгодно было, не лететь, не лететь в Екатеринбург. Но в целом компенсация, мне кажется, была бы вполне нормальным процессом, если бы Урал попросил какой-то процент с продажей билетов, то есть... А зачем? Мне кажется, ничего такого нет. Нет, в этой ситуации, знаешь, как раз Урал обращается к тебе, да? Ну, это бартер, мне кажется, нет, взаимно нет. Нет, у Урала выхода другого не было. Могли бы, в Тюмени могли играть. А? В Тюмени играли бы. Ну, в Тюмени бы играли бы, но там бы болельщиков не было. А здесь можно было договариваться, вы хотите у нас играть, пожалуйста, прилетайте, мы будем здесь играть. Но они, видимо, согласились оплатить еще Уралу. И представляешь, Урал получилось, что ничего не потерял материально, да? Плюс еще в хороших условиях сыграл и обыграл Краснодар, вышел. То есть в полном шоколаде, а Краснодар как бы в дураках оказался. Мало того, что проиграл, так еще и, если это на самом деле так, понимаешь? Но то, что вот такие слухи ходили, да, и сомнения вокруг Урала, это вот как раз вот с теми скандалами, которые были вокруг команды. И это лишний раз о чем говорит? Что, как говоришь, знаешь, береги честь Смолоду, платя снова честь Смолоду. Да, вот. Для того, чтобы таких разговоров не было. Вот. И вот как раз Урал лишний раз в этом убедился. Вот. И действительно, чтобы таких разговоров не было, да, нужно не давать поводов для этого. Вот и все. Муз спрашивает, почему Смолов стал тянуть одеяло на себя? И второй вопрос, придет ли он летом в какой-нибудь европейский клуб? Ну, вопрос был прислан до двух незабитых пенальти. Ну, одеяло он не сам на себя стал тянуть, просто так стала ситуация складываться. Мы с тобой на эту тему уже говорили, да и о сыгранности говорили, и обо всем. Вот. Ну, а здесь… Мы говорили об этом после матча в «Фенерск-Фенербахче», когда он выглядел… Да, он в моменте, когда он должен был вообще отдавать передачу, вот, и не видеть ее нельзя было, а он, как говорится, пожадничал. Ну, вот. Ну, а здесь, я бы, знаешь как, что касается пенальти, здесь он, как Шалимов сказал, у них штатный пенальтист был. Ну, вот, с другой стороны, знаешь как, штатный, не штатный, но если особенно такой момент, знаешь, уверенность не чувствуешь, то можно и отказаться. Вот. Мне казалось в этом, в этом смысле, вот, когда это случилось, вот, как вот классом себе чувствовал, да, как он исполнял, и потом как он пенальти набил. Вот, да и вообще, как вот он голы забивает, как он исполняет, он уверенно это делает, да, то здесь в этом смысле, может быть, тем более, тем более на «Смолове» свалили, да, он там рывок сумасшедший сделал. И когда так часто бывает, когда на игроке фалят, да, до этого, вот, он часто не забивает уже пенальти. Вот. Ну, здесь… А? Летом в топ-клуб. А? Летом в европейский клуб. Ну, в европейский клуб, если он будет забивать, это не повлияет, то, что он эти пенальти не забил, да. Здесь главное, чтобы это сейчас его не сломало. Да, я не думаю. Потому что… Ну, потому что были моменты, я тоже не думаю, но такие моменты, что в одной игре не забивали, он, кстати, не забил после матча в пенальти, да. А у нас был случай, я могу из своей практики привести, когда Федя Черенков, вот, не забил в 87-м году, когда мы чемпионы стали. Он с Невчи два гола с игры не забил, вернее, во время игры пенальти назначались дважды, вот, и он дважды не забил. Правда, ту игру мы выиграли уверенно 4-1, но он дважды не забил. 4-1 или 4-2, я уже не помню. Нет, но… Да, когда он пробивал пенальти, мы выигрываем. А по Кубку давайте вопрос тогда еще один от нашего пользователя. Антон Шпигун в комментариях спрашивает, не считаете ли вы теперь «Локомотив» фаворитом Кубка России? Там еще «Рубин» есть. Есть еще «Рубин», и как вот «Рубин» сейчас выступает, и они тоже наверняка задачу ставят. Попасть в Еврокубки, и самая короткая дорога – это через Кубок. Больше того, я вот сейчас узнал, с учетом того, что финал будет проходить не в Москве, а в Сочи планируют на фиш проводить финал Кубка, то здесь финалисты все будут в равных условиях, правильно? И никакого преимущества у «Локомотива» не будет, если он туда еще попадет. И, кстати, «Рубину» тоже нужно туда еще попасть. И тот же «Урал», «Урал», «Тарханов», естественно, «Урал» еще нужно остаться в российской премьер-лиге. Но здесь, представляешь, предоставляется возможность и не только остаться, но еще и трофей выиграть, и в Еврокубки попасть. Конечно, «Тарханов» от этого не откажется. Если в Еврокубке попадут, то тоже на стадионе Краснодара будут играть? Урал? Аааа! Ну а что, если они посчитают, что это для них фартовый стадион, они, в принципе, могут, если Краснодар согласится, но здесь уже никакой компенсации не будет, будете сами платить. Или сами летать будете. Да, за этот перелет. Такая ситуация у нас в Кубке получается интересная? Больше того, нужно, подожди, нужно еще, чтобы это их не поле было, их поле было. А с учетом того, что сейчас они играли на своем поле, то следующую игру они могут уже на поле соперника. В Кубке России получается ситуация, что у нас команда из первой пятерки, которая в данном случае в чемпионате России, уже не участвует за борьбу за тилд. Это означает, что у нас из чемпионатов всего четыре места Еврокубков остается. То есть, при условии, что Рубин и Локомотив не потянутся до четвертого места, это вряд ли, я думаю. Это позитив с точки зрения пополнения нашей таблицы коэффициентов? То, что может попасть команда, которая в чемпионате России не входит в топ-5 на данный момент? Те, кто в топ-5 не входит, у них меньше шансов принести очки в копилку коэффициентов. Это, конечно, не очень хорошо, но мы знаем, почему сейчас в эту стадию фаворитов не оказалось. Потому что все фавориты свои решали турнирные задачи и проводили ротацию. Если бы они играли основными штатовыми своими составами, то, наверное, представительство было немного другим. Так, четыре блока вопросов про позади. Осталось два. Предпоследний будет посвящен остальным клубом. Локомотиву, там УФЕ, вопросы как болельщики, которые прислали нам вопросы. А последний блог будет о сборной России, которые тоже очень много спрашивали. Много острых интересных вопросов. Саша Житнюк спрашивает, как вы оцениваете игру Урала в 1-4 финала? Это мы ответили. ФЕЗ-91009 спрашивает, как вы оцениваете деятельность руководства УФЕ по развитию клуба? Является ли УФА примером для руководства таких клубов, как ТОМ, УФА, ТОМ, Краснокубань и других клубов российского футбола, где функционеры неправильно ведут свою деятельность? Ну, в целом, что можно по УФЕ сказать? Я уже на радио Спорт.ФМ, наверное, слышал, когда мы общались с руководством УФЕ. В пользу наших зрителей не слышали. Да, да. Мы говорили о том, что те результаты, которых добилась УФА при тех финансовых возможностях, то есть они на трансферном рынке правильную политику выстраивают. И, в общем-то, не имея таких ресурсов, хотя у них ресурсы все-таки есть, это республиканская команда, и там, во всяком случае... И хоккей пока, на первый раз. Ну да, но проблем, во всяком случае, там, с выплатой зарплаты нет, да. Вот. Тем не менее, они что правильно стали делать? Они стали, для того, чтобы позиции свои не терять в российской премьер-лиге, да. Они пошли путем. Ну, в принципе, таким путем многие клубы могут пойти. Они стали скупать воспитанников Академии. Столичных клубов, там, Зенита. Вот. И правильно делают. Если... Ну, только нужно здесь внимательно следить за вот этими воспитанниками, чтобы не ошибиться, да. Вот. Потому что, если клубы, которые своих воспитанников не берут в свои составы, да, вот, а могут их отдать и в аренду, или вообще продать, то этим надо пользоваться. Потому что, по большому счету, вот, то количество Академии, которые функционируют в российской премьер-лиге, достаточно, чтобы обеспечить все команды. Вот. Но, если своя Академия еще не вышла на такой уровень, да, промежуточный так, да, можно воспользоваться. И это будет и для воспитанников Академии других будет тоже хорошо. Потому что они за счет вот таких клубов могут себя проявить на очень высоком уровне в российской премьер-лиге. А потом, представляешь, происходят парадоксальные вещи, что те игроки, которые на каком-то этапе не подошли, воспитанники своих Академий, своему клубу, да, через вот эти клубы провинциальные, да, где они себя начинают хорошо проявлять, потом уже самому клубу, да, чей воспитанник он является, потом приходится выкупать. И выкупать за значительно большие деньги, чем они его продали. Или в аренду там отдали, посоляешь. То есть это в Европе популярно. Да, да. То есть это такой путь очень грамотный. Вот. И Уфа этим очень хорошо пользуется. Больше того, у них и свои воспитанники есть, которые сейчас играют. Поэтому, естественно, вот этот опыт нужно перенимать. Но сейчас по этому пути уже многие команды идут. Вот. И это будет, дает возможность как раз вот всем тем российским футболистам, которых мы воспитываем, чтобы они были востребованы. Вторая часть вопроса была. Спрогнозируйте, пожалуйста, какое место займет Уфа. Вот турнирная таблица. Перед вами Уфа восьмая, 25 очков. Ну, удержаться на этой позиции, мне кажется, успехом может быть. Я думаю, да. Где-то от шестого до восьмого места это будет успех. Рубин Локомотив будет выше или ниже? Ну, здесь еще, да. Здесь еще бабушка, да. Бабушка на двое сказала, а Уфа поборется. Во всяком случае, вот та позиция, которая сейчас есть и Уфы, она дает ей возможность без суеты, без всякого давления там, вот, целенаправленно работать. Как вы считаете, Симак сможет себя показать, как главный тренер Уфы, спрашивает, Фез 91-009? Ну, у Симака для этого все есть. Все есть. И самое главное, он в команду пришел, где как раз, где ситуация сейчас такова, что можно спокойно работать. Я не скажу, что, как бы, очень много от вас слышал, но, тем не менее, он сложил впечатление, что вы какой-то вот небольшой, но все-таки поклонник таланта или, как и Сергей, как человек. Я не то, чтобы поклонник, но вот, дело в том, что я... И в сборную России, вы, кажется, вы его получили высокое. Я всегда, всегда отдаю приоритет профессиональным футболистам, потому что профессиональные футболисты, они все-таки больше знают в футболе, чем люди, которые не играли на высоком профессиональном уровне. Другое дело, что у всякого профессионального футболиста высокого уровня есть талант тренера, да, который он смог бы воплотить в жизнь, да, это другой вопрос. Но при всех других равных условиях, я этот вопрос, кстати, в свое время задавал без кого. Я его спрашивал, идеальный тренер, ну и какой тренер, на ваш взгляд, сильнее? Тот, который играл на профессиональном уровне, на высоком, или тот, который не играл в футбол, такие же случаи есть, да, вот, или играл на очень низком уровне. Вот он как раз мне ответил, ну, он здесь считалось, что мы не берем педагогический там талант, знаешь, как работать с людьми... Мне кажется, очень нужно учиться, чтобы профессиональный футболист должен выучиться. Мы это считали, да, да, мы это считали, мы это считали, что при равных условиях, что он обладает и талантом педагога, там, умеет с людьми работать, там, все. Потому что, понимаешь, в чем дело, профессиональный футболист, он знает те нюансы, те нюансы, играя на таком высоком уровне, и, как правило, со специалистами высокого уровня тоже работают, которые вот возможности не имеют люди, которые не играли на этом уровне. Потому что, все-таки, футбол на самом высоком уровне, он очень много строится на тех нюансах, вот, которые нужно знать, знать, и их знают как раз вот люди, которые на таком уровне играли и работали с тренерами высокого уровня. И поэтому, да, Ксимаку, он как раз вот эти все стадии прошел, плюс и чисто человеческие качества, в общем-то, говорят, за это. Да, вот, и хотелось бы, чтобы он смог бы себя проявить, и сейчас предпосылки хорошие, вот. Но он уже, извините, себя проявлял, когда временные обязанности исполнял участие, причем, Борусю, ну, исполнял обязанности главного тренера, причем они Борусю Дотмунд в Дотмунде обыграли. Поэтому, ну, у него достаточно опыта уже для того, чтобы самостоятельно, он и сам хочет самостоятельно работать. Вот, но при всем при этом, он говорит, что я очень волнуюсь, то есть это не так все просто. И я с тобой согласен еще с чем согласен, что обязательно, обязательно, несмотря ни на что, профессиональный футболист, даже высокого уровня, он должен заканчивать высшую школу тренеров и получать дополнительное образование и лицензию, потому что без этого, без этого работать на высоком уровне очень сложно. Как раз вот эти все тренеры, которые там, даже, которые в футбол не играли, каких-то результатов добиваются, они как раз вот через учебные заведения, вот эти высшие футбольные, они проходят. Ну, в общем, с мостовым вы не согласны, который готов сейчас идти тренировать «Зенит». Ну, постоянно говорил об этом. Ему не нужна тренерская лицензия, что он играл в футбол, что он может не лучше, не хуже Виллаша Боша и готов тренировать прямо сейчас. Ну, ты знаешь, в принципе, он может тренировать и без тренерской лицензии, потому что многие тренируют без тренерской лицензии, а потом ее получают. Таких примеров, сколько хочешь, сколько угодно. Но он, он, не, он имел в виду, знаешь что, он имел в виду то, что, судя по всему, он знает, как Виллаш Боша тренировал, вот, и его тренировки, методики, и они, я, кстати, тоже до меня доходили такие разговоры, да, вот, и его они, как раз он, как раз считает эти тренировки, тренировки высокого уровня, поэтому он так и говорит, наверное. Давайте дальше, Пархом, болельщик Самарских крыльев, спрашивает, сможет ли Александр Глеб стать равноценной заменой Иоанну Молло, и какие перспективы Крыльев на весеннюю часть чемпионата России? Ну, от себя добавлю, что Александру Глебу 35 лет. Я думаю, что нет, потому что здесь возраст имеет значение, а Молло, если взять, вот, то я думаю, Молло ни в чем изначально Глебу не уступал. Плюс Молло же. Перспективы Крыльев на вторую часть чемпионата России? Ну, мне кажется, что они останутся, сумеют, а у них сейчас задача остаться в российской премьер-лиге, все, у них другой задачи нет. Как раз следующий вопрос продолжает нашу тему. Какие команды будут бороться за выживание, спрашивает Коля, 3-2-8-4, и у кого больше шансов избежать стыков? Вот здесь вопрос интересный, да. С учетом того, что вот те процессы, которые в Анжи происходят, вот, казалось, что Анжи может тоже рухнуть, да. Но сейчас вот контрольные игры, которые они играют, и то пополнение, которое пошло, вот, и амбициозность для Горяна, говорят о другом. И вот бороться они будут между собой, там сейчас Томерс, Арсенал, Оренбург, Анжи, Анжи, вот они. Крылья Урал, вы думаете, подтянуты? Крылья Урал, да, я думаю, уйдут. Вторая часть вопроса от Коли, 3-2-8-4. Следите ли вы за Оренбургом в контрольных играх и считаете ли вы усилением аренды вратаря Киржакова? Да, да, это усиление в том смысле, что Киржаков, он уже опытный вратарь, вот, поиграл. И как раз им вратарской линии нужен игрок, который бы надежно, потому что там иногда приходится ротацию проводить вратарей, да, чтобы был надежный второй вратарь. Шмак спрашивает. Скажите, сколько можно еще Тусаго растягивать с нашим топ-футболистом Миранчуком? Реальную цену его в студию? Сейчас должен ассистент принести черный ящик, чтобы достать конверт с реальной ценой Миранчука. Но в трансфер-марк, в трансфер-марк оценивать его в 4,5 миллиона. Я думаю, где-то по российским меркам, где-то в районе 3 миллионов. Потому что в последнее время он, конечно, не знаю, с чем это связано, но он где-то приостановился в своем росте и не демонстрирует тех показателей, которые там год тому назад были. И как раз вот эта ситуация непростая с уходом его из локомотива, да, тем более сейчас информация уже появилась, как это все происходило, да, она как раз не способствует улучшению игры. Потому что там такая психологическая ситуация непростая. Ну, то есть за 3 миллиона его, вы считаете, что в целом можно было бы подписать топовой команде российской? Да, спокойно. Саркан спрашивает, Александр Викторович, Ласьков вернулся в ЛОКО, а вы не задумывались о возвращении? Да нет, Ласькову 41, мне 62, мне 62 будет. Я хочу сказать, чтобы у многих никаких иллюзий не было, чтобы правильно понимали и иногда правильно оценивали. в том смысле, что вот по своему опыту я могу сказать, несмотря на то, что там и режимил, там и старался профессионально относиться, да, но сейчас могу вот с высоты лет сказать, что для здоровья это физкультура, а профессиональный спорт, он отнимает здоровье, поэтому и оплачивается так высоко, особенно за рубежом, потому что там понимают, что это такое. И это отнимает здоровье, если ты еще профессионально относишься, а если ты не профессионально относишься, то многие люди давно уже на кладбищах находятся, сверстники, с которыми я играл. Потому что со временем, со временем там начинают и суставы болеть, и все, потому что нагрузки были сумасшедшие. Но я, слава богу, со спиной у меня проблем никаких нету. Это одна из самых распространенных травм. Суставы, суставы, нет, вот суставы, там, коленные суставы, тазобеданные суставы, сейчас вот ребят, которые играли вместе со мной, вот, уже искусственные даже стоят. Вот, а если бы искусственные не поставили, то инвалидная коляска. У тебя, пожалуйста. Что такое профессиональный спорт? И поэтому, во-первых, он короткий век футболиста, да, вот, и многие, они потом, вот сейчас особенно молодые, да, которые особенно еще ко всему еще и не режимят, да, и непрофессионально себя ведут, вот, они просто не знают, что с ними будет, когда они достигнут, там, 50-летнего возраста или старше будут. Поэтому здесь нужно как раз не только обеспечивать свою старость, да, но и по возможности, а сейчас, конечно, методики более совершенные, чем и раньше были, вот, по возможности за своим здоровьем следить, чтобы потом не мучиться в старости. Квайтхаус спрашивает, Ласьков вытащит локомотив со дна? У Ласькова таких функций нет, у Ласьков, ну, во-первых, как футболисты его и заявили для того, чтобы с ним попрощаться по-человечески, потому что с ним, да, считается, что бывшее руководство с ним не по-человечески поступило. И это правильно, я считаю, вот, человека Ласьков очень много сделал для локомотива, был лидером команды, капитаном команды, ну, вот, и он сейчас, кто может, задачи, потому, чтобы вытащить локомотива, как там говорят, с одна, да, эта задача стоит перед Семиным, а он взял Ласькова как раз для того, чтобы помочь ему по жизни, вот, и Ласьков сейчас будет ему помогать в этой работе. Ну, Ласьков до этого в тренерском штабе уже был, сейчас он как играющий тренер будет. Ну, там он другие функции, наверное. Ну, да, наверное. Энджерферст7389 спрашивает, как вы прокомментируете скандал в хоккее с мячом с множеством автоголов в одном матче? Ну, это практически договорная игра, вот, сейчас есть законы, где можно бороться, бороться, и мы, мы, как раз вот занимались в комитете по борьбе с договорными играми, для того, чтобы Госдума приняла эти законы, вот, по большому счету, здесь нужно правоохранительным органам разбираться, вот, но, опять же, спускают на тормозах, переигрывая этот матч, да, то есть, переигрывая этот матч, они тем самым признают, что этот матч ненормальный, правильно? Конечно, но это никто не ответил, да, быстрее всего, быстрее всего, вот, как он развивался, видимо, видимо, я утверждать не могу, мы до конца всего не можем, нужно это все время оговаривать, потому что, значит, чуть что, сейчас сразу суды обращаются, да, вот, ну, там, такие матчи странные называют, а под странами подразумевают договорные. Были подобные случаи в вашей игрокской тренерской карьере? Были, я не скрываю, что договорные... Когда же 20 автоголов? Нет, 20 нет. Здесь, я думаю, что это было справедливо. Я имею в виду, я имею в виду договорные игры были, я не скрываю, я об этом однократно говорил, что, видишь, как, когда ты молодой футболист, а у меня получилось так, что я был в команде, когда молодой, договорные игры приходилось играть, да, там, молодых не спрашивают, они ничего не решают. Вот, а когда я уже стал более старше и ведущим игроком, и от меня уже зависело, мое мнение спрашивали, я всегда был категорически плохим. В молодом возрасте еще футболисты зачастую просто не понимают, что происходит. Да нет, но они все понимают прекрасно, вот, потому что, знаешь как, если команда играет договорные игры, там технологий много, да, одна из технологий, когда знает вся команда, то есть предупреждают. Ну, так редко делается. Вот, ну, в общем, да, как правило, как правило, молодых, молодых не посвящают во все эти дела. Но так получилось, что я, будучи молодым, я знал, я знал, и мне это противно было, вот, но пришлось играть, вот, но иногда, иногда, знаешь как, иногда ты узнаешь в процессе игры, вот, вот, потому что начинает игра складываться не по тому сценарию, какой нужно, знаешь как, и тогда уже в наглую, там, прям во время игры говорят, что нужно отдать, вот, и приходится во время игры это делать, вот, но в любом случае, в любом случае это убивает футбол, и это негативное явление, с ним нужно бороться, и на Западе как раз борются с этим, потому что иначе футбол просто умрет, вот, потому что это индустрия футбольная, я об этом неоднократно говорил, и если, например, там, спонсоры, да, телевидение будут знать, что договорные игры, да, они просто не будут деньги вкладывать, потому что какой смысл, вот. Давайте переходить по последнему нашему блоку, на мой взгляд, вопросы здесь были наиболее интересные, наиболее острые, касательно сборной России, Кубка Конфедерации, Чемпионата мира, стадиона и прочим, прочим, прочим. Первый вопрос задает Сув Репет, Сув вперед, простите. Александр Викторович, поделитесь вашим мнением по поводу предстоящего Кубка Конфедерации, чего нам стоит ждать от наших ребят, и какой результат устроил бы нас с вами? Ну, я думаю, болельщиков бы устроило, если бы команда вышла из группы, то есть полуфинал. Я считаю, что это тоже хороший был бы результат, с учетом того, что у нас играет Чемпион Европы, правильно, в нашей группе, мексиканцы, у мексиканца такая крепкая латиноамериканская команда, не так просто будет с ней играть. Вот, ну и там кто у нас, новозеландцы еще, да? Сейчас скажем. Ну да. Новозеландия, Португалия, Мексика. Ну не так просто будет, не просто будет и с португальцами, и с мексиканцами в первую очередь. Новозеландию, я не знаю, я их не видел, поэтому говорить не буду, но две же команды все выходят, правильно? Вот, поэтому если ты проигрываешь мексиканцам и португальцам, то навряд ли ты выйдешь. Но в целом, мне кажется, реальный результат выйти в полуфинал. Да, в целом это, конечно, это, конечно, вот тот регламент и вообще те команды, которые есть, это не чемпионат мира. Вот, поэтому, да, тем более у себя дома. Ну, видишь, как не впечатляет, не впечатляет игра сборной. Вот, а последние результаты, вот, особенно игра с Катаром, да, и у Румына, хотя и выиграли игру, но выиграли игру. Игру в пенальти судья не дал, там, честно сказать, братья-белорусы помогли и засчитали в Голсоне игры, которые мы забили. Вот, поэтому вот эти игры пока оптимизма не вселяют. Руслан Уфа спрашивает, почему у нас совсем не доверяют молодежи? И как вы относитесь к потолку зарплат? Ну, это второй вопрос. Вот, мне стало интересно, почему у нас не доверяют молодежи? Начал немножко изучать вопросы. Оказалось, что у нас российский чемпионат находится в самом конце списка по среднему возрасту футболистов. То есть, это средний возраст игрока чемпионата России, 27,1, и во всем мире существует всего три лиги, в которых футболисты старше, чем у нас, Александр Ильич. Какие лиги, как вы думаете? Во всем мире три всего чемпионата. Ну, я думаю, не ведущих чемпионатов, да? Ну, да, Катар, Филиппина и Таиланд. Три чемпионата. Это о чем говорит? Это говорит о том, что во главу угла ставят результат. И молодежи не доверяют, потому что молодежи, молодежь, вот, с молодежью нужно время для того, чтобы она вышла на более высокий уровень. С ней надо работать и терпеть, ждать. Как вы относитесь к потолку зарплат? К потолку зарплат я отношусь позитивно, скажем так. Нужно правильно определить потолок зарплат, даже не правильный, я скажу, а оптимальный. Вот, причем, знаешь как, тоже, если ты потолок зарплаты определил, это не значит, что все футболисты должны получать эти деньги. Там градация должна быть, потому что не все же на одном уровне находятся, правильно? Значит, другие еще меньше должны получать. Ну, по возрасту можно сказать. Да, а по возрасту для молодых тем более, да. Я считаю, что в наших условиях, в наших реалиях это необходимая вещь. Белоногов, 88АМ. Такой прям эмоциональный вопрос. Почему игроки, например, во Франции в молодом возрасте выжигают землю, рвутся на мировую арену футбола, стараются добиваться наивысших целей, а в России стараются заполучить большой контракт, и это их максимальная цель. Когда настанут перемены, когда мы увидим огонь в глаза футболистов, как было раньше? Это ментальность, да. Я пожил, что называется, на Западе, во Франции было, и я видел. Там, как правило, на Западе из бедных слоев, но у нас тоже, я бы не сказал, чтобы из богатых слоев футболисты выходят, да. Но здесь ментальность, культура, от культуры еще очень много зависит. Там они понимают, что, чтобы безбедно жить, выбиться из нищеты, нужно постоянно прогрессировать и совершенствоваться. Больше того, там очень многое зависит еще и от спонсоров, от рекламы, да. А для того, чтобы у тебя были и реклама хорошие, и спонсоры, и предложения были хорошие, ты должен постоянно совершенствоваться, улучшать свою игру. Ну, так здесь контракт получил большой, как бы ты стал, что зарабатывать, и вырвал все еще, как вы говорите. Нет, 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 там этого недостаточно, потому что там, если ты не будешь подтверждать свою игру, там тебя никто держать не будет. Там найдут, есть рычаги, рычаги для того, чтобы игрок, игрок. Ну, это я так понимаю, мы пришли к тому, что там просто больше футболистов, конкуренция выше. Конечно, конечно, там система отработана, и потом там ментальность сама, знаешь, как из самого детского возраста, приучают к тому, что нужно постоянно совершенствоваться, понимаешь? Вот, у нас, у нас вот этими вопросами не занимаются. Я видел, как их в академии готовят, какую они подготовку проходят, вот, я все это видел. Вот, и какой там спрос, больше, потом, ты не забывай, например, во Франции, во Франции, помимо всего прочего, там, даже если ты будешь иметь большой контракт, да, там очень большие налоги. Это не 13% у нас, они там платят, да, там где-то под 60, да, они там платят очень большие налоги, и там эта сумма, она сокращается, понимаешь? Вот, а у нас, помимо всего прочего, что и культура, и ментальность совершенно другая, да, так еще и налоги какие, представляешь, больше того, от этих налогов, у нас от этих налогов уходят, они без последствий, а там в тюрьму можно угодить, там, вон, Хёнес, президент Баварии сел, вот, а уж о игроках и говорить нечего. Вот, поэтому там, знаешь, как в этом смысле, в этом смысле они все знают, вот, и у них агенты соответствующим образом с ними работают, вот, поэтому там все на другом уровне, не то, что у нас, поэтому, поэтому и отношение такое. Артем Кафадея Спартак просит вас смоделировать оборону сборной России на Кубке Конфедерации, включая крайних и центральных защитников. Ну, здесь что моделировать, здесь, как, какая ротация идет, да, состава, ну, вот, здесь сейчас тяжело говорить, но, с другой стороны, Гришка, лучше всего, конечно, это блочный принцип клубный, да, там, предположим, если в клубе играет, там, Кутепов, Джики и Камбаров, вот тебе, пожалуйста, уже блок такой. Ну, Чек Часов об этом изначально говорил, что он так начинал. Ну, здесь он чем блочный, блочный принцип, чем хорош, что не нужно наигрывать связи в линиях, а линии между собой легче наиграть, понимаешь, вот, а когда тебе нужно не только наигрывать связь и взаимодействие в линиях, да, а потом между линиями, то это значительно более тудаемкий процесс, а времени для этого нет и возможностей, потому что основная подготовка, все должны хорошо понимать, что основная подготовка, она в клубах проходит. Ну, то есть, я правильно... В сборную они собираются, да, только перед чемпионатом мира, там, у них месяц есть, но и то за месяц, знаешь, как, все равно ты такую подготовку не проведешь, как ты каждодневную подготовку в клубах проводишь. Если следовать блочному принципу, да, в реформировании защиты сборной, то сейчас, по вашему мнению, Спартака будет, ну, наиболее правильным взять связку защитников, или может быть, здесь другая команда? Не, ну, сейчас, видишь, как, сейчас, во-первых, будут ли Кутепов в Джике играть все время, это раз, да, сейчас в Спартаке вообще, вон, этот, Тегиев пришел, да, Тегиев, Кутепов, Джике, Кампаров, вот тебе, пожалуйста, да, вся спартаковская линия обороны можно брать, но с другой стороны сейчас ФССК тоже, братья Березуцкий будут играть, Васин, правильно, Фернандес, вот тебе тоже блочный принцип, плюс вратарь, правильно? И у Спартаке есть вратарь, но в Спартаке, если брать еще и блочный принцип, получается, что в Спартаке есть еще и забнины Глушаков, которые тоже игроки сборной, правильно? Тоже можно сюда их, как говорится, рассматривать. А тогда получается, тогда получается уже пол Спартака, но, знаешь, как, в свое время, в свое время, например, сборная Испания, вот когда она чемпиона Европы, чемпионом мира становилась, да, то там в основном играли игроки Барселона и Реала, двух клубов, правильно? Вот, и они сумели, как раз вот из-за того, что вот была, соблюдался вот этот блочный принцип и сыгранность была хорошая. Михаэль, 1970 спрашивает, нам вообще нужен чемпионат мира, кто построенный стадион и потом содержать будет? Ну, знаешь, в нашей системе, в нашей системе, где все построено, государство, у нас сейчас профессиональный футбол государства содержит. Ну, я бы сказал, что мы с вами будем содержать за счет того, что... Ну, а государство, а мы, а мы и есть государство. Ну, я говорю, да. Поэтому при нашей системе здесь вопросов не стоит, другое дело, захочет государство или нет, да? Может, только выбрать, а что это? Да, но потом надо не забывать еще одно, что для проведения чемпионата Европы, чемпионата мира, вот, предъявляются очень серьезные требования со стороны FIFA, UEFA по инфраструктуре. И когда, вот, почему многие страны стремятся к проведению чемпионата? Потому что там не только государство выделяет деньги, да, вот, но выделяет деньги и FIFA, тоже, вот, и UEFA выделяет. И самое главное, там потом прибыль идет от проведения этих всех соревнований. Так вот, там улучшается инфраструктура, дороги, там, потом коммуникации, все, да, вот эти... Благоустройство. Да, потом аэропорты, дороги, ну, вот, средства телекоммуникаций, вот, все это должно выводиться на более высокий уровень, и потом эта вся вот эта инфраструктура остается. И как раз у нас в этом смысле, у нас многие уже стадионы морально устарели, вот, и как раз вот к чемпионату мира построят совершенно новые стадионы, то чего не было. Другое дело, что можно было более рационально это все использовать, и, например, все стадионы крытые сделать, да, что для нас было бы идеально, да, вот. Вот, но то, что вот, то безобразие, которое происходило сейчас вот в Санкт-Петербурге с этим стадионом, да, вот, и что этим не воспользовались, это вот как раз говорит о том, что у нас не все в порядке, что у нас, о чем и Путин неоднократно говорил, что общество само по себе коррумпировано, и не так просто все это даже вот в таких условиях сделать так, как должно быть на самом деле. Квинси Промис спрашивает вас, как вы относитесь к менее клубной прописке потенциальных участников чемпионата мира Могилевца, в Ростов вернулся, из Зенита Аздоева, в Терек перешел, и Самедова, в Арната Злокомотива? Ну, это, это... Пойдет им это на пользу? Это им на пользу пойдет в том смысле, что у них больше игровой практики будет, потому что до этого, вот, в последнее, но если у Самедова с игровой практикой еще более-менее там конфликт просто с тренером, то у Аздоеву, да, Аздоеву, Могилевцу как раз игровой практики не хватало, а это игроки сборной. Не стоит ли попробовать сборной России сыграть модели Ростова с тремя центральными защитниками и парой Форестбов? Скажем, Полос и Смолов или Полос-Тюбов? Дело в том, что сборная уже играла в три центральных защитника. Пробовала играть. Да, пробовала играть. Другое дело, что здесь все зависит от тренеров. Если бы, если бы тренером сборной был Бердеев, например, да, то так оно и было бы, да, вот, и как раз сборная в этом смысле бы там с теми же тремя центральными защитниками более качественно бы играла, вот, и больше ростовских игр, больше ростовских игроков было. Потому что, как сейчас, например, тот же Бухаров играет, да, вот, если он в том же духе будет продолжать, то почему нет? И Бухаров может в сборную попасть, там, для двери для сборной никого не открыты, и там в паспорт никто не смотрит, главное качество игры. Вот, но здесь все зависит от тренерских взглядов и какие специалисты работают. На какие матчи вы будете бронировать билеты на Клубу Конфедерации? Ну, тут скорее вопрос, планируете ли вы его посетить? Я посетить пока не планирую, дело в том, что мне придется работать, поэтому мне нужно будет все матчи смотреть, и многие из них придется, ну, во всяком случае, наши сборные я буду расшифровывать, да, и финальную игру, наверное, тоже. Не кажется ли вам, что Кокорина пора убирать из сборной? Тот же Полос сейчас выглядит несколько раз лучше. Кокорина, если он не будет играть результативно, вот, то да, да, не то, что из сборной убирать, просто он может лишиться места в статовом составе. Вот, а если Полос, ну, если он и в Зените, он не только в Зените может лишиться, он может и в сборной лишиться тоже. Вот, а если Полос будет демонстрировать вот ту игру, которую он демонстрирует, а он прогрессирует в последнее время, да, то почему нет? Алекс Джокер спрашивает, Александр Викторович, если бы вам дали власть изменить что-то одно в российском футболе, что бы вы сделали? Ну, я в первую очередь стал бы с негативными явлениями бороться, которые есть в российском футболе, но и не только договорники. Это слишком какой-то такой масштабный вопрос, объемный ответ получается, конкретно. Ну, да, но я считаю, я считаю, что российскому футболу не дает возможность развиваться коррупция, вот, и люди, не профессионалы, которые работают в российском футболе. Вот, нужно в этом направлении менять ситуацию. Ну, то есть вы бы провели какой-то анализ людей? Да, аттестацию, аттестацию, да, простите. Последний вопрос нашей видеоконференции, полтора часа мы уже в эфире. Виталий Горбушин спрашивает, когда ожидать выхода вашей книги? Много вопросов про книгу. Да, про книгу, да, задают много вопросов. Что касается меня, то я уже все от меня зависящее сделал. Все остальное, что сейчас, вот те процессы, которые происходят, они от меня не зависят. А книгу я наговорил по московскому «Динамо». По московскому «Динамо». По договорникам, я вам сразу скажу, быстрее всего, по договорникам книги не будет. По той простой причине, что стало не хватать фактуры. Потому что, когда в приватной беседе разговариваешь с людьми, они с тобой разговаривают. Когда люди узнают, что это будет печататься, люди боятся говорить то, что есть на самом деле. То есть, без указания имен вы не можете, не хотите эти именеры? Конечно, конечно. Они даже без указания имен не хотят. Даже так не хотят? Даже так. Ну, то есть, изначально... Боятся, боятся. Все боятся? И фактуры, да. Да, практически все фактуры не хватает. Совсем мало. На самом деле, мы точно знаем, что они есть. Все это есть, существует. Ну, а когда дело доходит уже до публичности, ну, видимо, общество еще не доросло, не дожило. И боятся. Потом были случаи, когда люди истрадали очень сильно. А заставлять насильно, знаешь как? Ну, последствия появятся. Да. Еще Виталий Горбушин спрашивает ваше мнение по поводу экспертных оценок Карпина. Как вы оцените его в роли футбольного эксперта? Ну, я считаю, что любой профессиональный... Конкурент ваш, между прочим, Александр Александрович? Да нет, какой он как. Я на это вообще не обращаю внимания. Вот, на эти рейтинги, на все. Я вообще считаю, что любой профессиональный футболист, он должен уметь анализировать игру. Во всяком случае, знаний для этого и опыта есть. Другое дело, что не все могут эти свои мысли выразить в словах. Это другой вопрос. И как они их выражают? Вот. Поэтому здесь было бы удивительно, если бы он не умел анализировать. Ну, то есть позитивно относитесь? Ну, я считаю, что это его работа, в конце концов. Вот, он должен это уметь делать. Раз ты работаешь тренером, значит ты работал, вернее, тренером, или работаешь тренером, значит ты должен уметь анализировать. И давать экспертную оценку. На этом все, уважаемые зрители. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо за то, что прислали вопросы, максимально облегчив мою работу в эфире. Я всего лишь задавал ваши вопросы. Спасибо большое вам, Александр Викторович, за работу. Увидимся на портале Sportbox.ru. Следующая конференция ожидается в пятницу. Превью к туру чемпионата России. Меня зовут Егор Кузнецов. Это Александр Буганов. До свидания. Продолжение следует...